Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» прямой эфир. И сегодня мы пригласили к нам в студию начальника управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому району Гнеду Светланы Петровну. Светлана Петровна, добрый вечер! Здравствуйте! Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Светлана Петровна, наша встреча, наш эфир проходит в самом начале учебного года. Давайте поговорим с вами, расскажем нашим телезрителям о тех планах, мероприятиях, которые есть в вашем управлении опеки и попечительства уже сейчас, в новом учебном году. Здравствуйте, уважаемые зрители! Конечно, в начале мне хочется всех поздравить родителей, у кого есть дети, которые пошли в детский сад, пошли в школу, поздравить всех педагогов, учителей, пожелать им талантливых учащихся. И, конечно, поздравить всех наших родителей, потому что они являются нашими единомышленниками в воспитании наших детишек. И деятельность в связи с этим, конечно, Новый год начался и для нас. И деятельность управления опеки уже второй год разворачивается по плану, по выполнению указов президента Российской Федерации. Первый указ президента – это о национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 год. И указы президента о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И, конечно, в этой связи вы сами прекрасно понимаете, что такое счастливое детство. У ребенка должно быть хорошее здоровье, хорошее образование, хорошее окружение, которое способствует ее развитию, социализации. И, естественно, хорошие родители любящие. Ну и немаловажным фактором является и материальная составляющая воспитания нашего ребенка в настоящее время, как вы знаете. И, исполняя указы президента, наше правительство Московской области очень гибко выстраивает социальную политику, финансовую политику, которая помогает воспитывать детей, и в том числе детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Вы сказали о том, что программа, которая работает, по которой живем с 2012 по 2017 год. Вот скажите, уже почти три года у нас действует реализация этой программы по выполнению указа президента. Что уже в этой сфере сделано? О чем мы можем, как говорится, говоря советским языком, рапортовать по исполнению этой программы? Ну, как сотрудника Министерства образования Московской области, да, я, наверное, в целом сначала скажу о Московской области. Вот за последние три года у нас на 40% уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть меньше уже вот этого сиротства. На 30% в Московской области сократилось количество родителей, лишенных родительских прав. Это тоже очень хороший показатель. И выстраивается работа межведомственная так, с социально неблагополучной семьей, со сложными семьями, социально опасными, что все службы системы профилактики работают с биологической семьей. И поэтому и количество лишенных родительских прав гораздо меньше. А какова ситуация по Ленинскому району? Ну, в нашем районе этот показатель лишения сократился практически в половину. Вот я могу цифры провести. Вот у меня в 2012 году у нас лишили родительских прав всего 21 родителей. Это меньше гораздо показатель, чем были раньше, чем по области в целом. В 2013 году у нас этот показатель был 10 человек. А вот за 8 месяцев 2014 года мы лишили родительских прав всего 3 человек. Конечно, результаты работы хорошие на самом деле. Хорошо, если мы сейчас говорим такая тематика лишения родительских прав. Еще одно направление – это детские дома. Буквально сегодня детский омбудсмен Павел Астахов сегодня давал интервью на центральном телеканале и говорил о том, что в России за 2014 год, по-моему, сокращено порядка 150 детских домов. Это очень хороший показатель. В Московской области у нас за 2 года сократилось количество детских домов на 14. То есть было 54 детских домов, сейчас остается 40. И все эти дети из детских домов, они устроены в замещающие семьи. И вот эти учреждения, где эти детские дома размещались, они в социальной сфере сейчас реорганизовываются, в кризисные центры, затем в службы сопровождения, в школы приемных родителей, для того, чтобы действительно сирот у нас не осталось, чтобы все сироты, дети, не имели такого названия обидного, чтобы они проживали в семье, в любящей семье, в хорошей семье. Ну вот вы сказали по поводу, что в любящей семье. Ну действительно, каждый ребенок должен жить, обязан жить в любящей его семье. А у нас в районе сокращается число детей, которые воспитываются за счет государства и в госучреждениях? Да, конечно. Я вот скажу по Московской области, так в Московской области в связи с этим, с уменьшением количества детских домов, уже в половину сократилось таких детей, которые проживают в детских домах. А у нас в нашем Ленинском районе, вы прекрасно помните, что у нас был детский дом «Молодая гвардия». Вот он у нас благополучно ушел в Москву, и у нас осталось два учреждения. Это Видновский дом ребенка и Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. А Филимонковский все-таки остался... Да, это наше учреждение в нашем районе. Это учреждение социальной защиты, потому что там дети больные проживают, инвалиды, очень с такими тяжелыми патологиями умственными. И вот два года назад, буквально, если в целом рассматривать наполняемость этих двух учреждений, это было 140 детей. Сейчас вот за два года у нас сократилось на 40% наполняемость. Сейчас у нас осталось 80 детей. И вы знаете, эти дети уже, конечно, сложно их адаптировать к семейной жизни, потому что они требуют постоянно медицинского вмешательства, сопровождения. И они, конечно, вынуждены проживать в интернатных учреждениях. И всех вот остальных детей здоровых мы всех уже устроили в семье. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям 541-25-40 и 547-08-13. Телефоны прямого эфира. Звоните, если у вас будут вопросы, касающиеся той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Готовясь к эфиру, Светлана Петровна, я посмотрел предыдущие программы, и вы там рассказывали, чтобы быть абсолютно, как говорится, дословным, о строительстве семейных городков Московской области. Как я помню, из нашего района тоже планировалось, да? Как в этом направлении сейчас, насколько продвинулись мы в этом направлении? Мне очень радостно рассказать телезрителям о том, что детский городок, семейный городок, который планировался построить в Серпуховском районе, поселок Рай-Семенск, он уже построен. И буквально вот через неделю там будет происходить заселение. Мы также, наш Ленинский район, участник этой программы. Эта программа губернаторская. То есть как бы все силы брошены на то, чтобы обеспечить условия, нормальные условия для проживания наших семей, где очень много детей приемных, где дети инвалиды. То есть создайте максимально хорошее условие, чтобы детки хорошо развивались. И вот наша семья, у нее 8 детей, один свой родной ребенок и 7 приемных детей. И в том числе вот из приемных семьи 3 инвалида. Они приняли этих 3 инвалидов из нашего филимонковского дома ребенка. То есть это наш район. Они взяли наших детей из учреждения, в свою семью. И вот 10 сентября состоялось открытие реабилитационного центра, который построен рядом с семейным городком. Реабилитационный центр будет именно заниматься развитием вот этих детей-инвалидов, так как там заселяется 17 семей, 17 коттеджей. Там 145 детей, из них 3 инвалиды. То есть это очень хорошая, конечно, государственная поддержка. Но, конечно, все наши здоровые детки, которые в этом городке будут в этих семьях проживать, они будут посещать райсеменовскую образовательную школу. Там также есть детский сад. То есть там вся инфраструктура для развития и жизни благополучной вот этих всех семей. Мы очень за них, конечно, рады. Вот. И скоро будет открытие этого городка. Мы с вами в начале нашего эфира больше уделили внимание самым маленьким, наверное, да, воспитанникам, которые находятся у вас под опекой, попечительством. А давайте немножко еще вспомним тех ребят, которые уже, ну не знаю, можно их назвать дети, но тем не менее, 18 лет, я думаю, что все равно это еще дети. Есть у нас ребята, которые, достигнув возраста, закончив определенные учебные заведения, поступили учиться дальше. Да, вы знаете, конечно, все они остаются для нас детьми, потому что на наших глазах они развиваются, растут. И, конечно, очень отрадно, что в этом году у нас 16, и в том числе детей-сирот, и уже лица с числа детей-сирот, то есть которым исполнилось 18 лет, они поступили у нас в учреждения начального профессионального образования, среднего профессионального образования и даже в ВУЗы. Вот в среднее профессиональное образование у нас поступили 12 человек, в том числе 7 из них в наш колледж Московия, который очень популярен среди жителей нашего города, там очень много специальностей, и как бы он очень востребован. И 3 человека поступили в ВУЗы. И наряду, конечно, с другой социальной поддержкой, наше государство обеспечит его еще дополнительной финансовой поддержкой. То есть им выдаются деньги на учебную литературу, на школьные письменные принадлежности, ну, здесь уже не школьные письменные принадлежности, в размере трех стипендий, трехмесячных стипендий. Это хорошая сумма. Затем им обеспечена стопроцентная оплата, если они обучаются в производственных мастерских, то есть они работают на производстве, обеспечиваются бесплатным проездом на транспорте. И самый важный, конечно, показатель, он уже длительные годы сохраняется, это губернаторская стипендия. Этого нигде нет. Это только в Московской области у нас. 6 тысяч в месяц каждый учащийся получает. То есть те, которые обучаются в среднем профессиональном образовании и в высшем профессиональном образовании. И это очень хороший подспорь, конечно, материальный для учебы. Ну, я думаю, что да, и отрадно, что Московская область, как всегда, в общем-то, передовой, впереди планеты всей. Следующая тема, которую хотелось бы затронуть, она действительно очень серьезная, и она болезненная, эта тема. Это предоставление детям-сиротам квартир, жилых помещений после того, как они, ну, им исполняется, да, 18 лет, или сколько там у нас получается, да? Вот как сейчас, да, идет эта программа, работает, и как в Ленинском районе в 2014 году, насколько мы можем сказать о том, что дети, наши дети-сироты, они действительно наши, в общем-то, да, получают это жилье. Да, на самом деле у нас изменилось законодательство с 2013 года, и теперь по расширенному перечню наши дети-сироты могут, в общем-то, получать это жилье. Они получают это жилье по достижении 18-летнего возраста, когда они возвращаются, ну, предположим, уже заканчивают учебное заведение, затем возвращаются из армии по призыву, достигают 18-летнего возраста, ну, порой возвращаются из колоний исправительных, да, у нас тоже такие бывают нюансы в нашей жизни. И вот им предоставляется жилье, специализированное жилищного фонда по договору социального найма. И вот в нашем районе запланировано в этом году пять детей, которые получат это жилье. Уже трое из них это жилье получили в первом полугодии. Они уже вселились в это жилье, обустроились, как бы с ними заключены все договора, все оформлены документы. Жилье выделялось у нас в новом современном комплексе, Бутово парк, там развита очень хорошо инфраструктура, там, по-моему, и торговый центр, и спортивные комплексы уже, и школы, и детские сады. И очень, вы знаете, отрадно, что очень хорошее сообщение транспортное с Москвой, с города Видное. Ну, в общем-то, конечно, мы рады очень за наших детей, а вот двоим еще до конца года, еще администрация Ленинского района будет это жилье выделять. Тогда такой вопрос. Мы же все прекрасно понимаем, что сейчас строители сдают жилье, что называется, коробка, чистый бетон. Да, и потом уже люди просто сами для себя делают тот или иной ремонт в зависимости от тех средств, которыми они располагают. В данном случае, насколько дети въезжают в отремонтированную квартиру, и уж извините, за чей счет все это происходит? Вы знаете, жилье сдается детям уже для заселения совершенно в пригодном виде. Там уже сделан прекрасный качественный ремонт, но я не хочу сказать, что он там евростандартовый, но очень качественный ремонт социальный. То есть и плитка выложенная, и сантехника все обустроена, и плиты подключены. То есть и даже как бы наш район оказывает материальную помощь в рамках 50 тысяч рублей на приобретение какой-то первоначальной мебели в этой жилье. И мебели, и техники, и в конце концов какой-то холодильник, я не знаю, стиральные машины должны присутствовать. Каждый ребенок, когда он заканчивает учебное заведение, в любом случае у него на его личном счету копятся деньги. Вот то, что ему выплачивает государство. То есть у него уже база, база финансовая для начала жизни есть. Главное только распорядиться. Правильно потратить. Вот, правильно потратить, да, распорядиться этими деньгами правильно. Ну, вы знаете, для того, чтобы они у нас социализировались и правильно распределяли свои финансовые средства, мы назначаем постинтернатный патронат. Это как бы практически в обязательном порядке. Мы, даже если они не хотят это делать, мы уговариваем наши лица из числа детей-сирот и назначаем им постинтернатного воспитателя, который, на самом деле, их учит, как правильно в бытовом плане жить, как распоряжаться деньгами, как совершать покупки. Потому что некоторые приходят из детских домов и, как правило, да, не очень владеют этими всеми навыками. Ну, потому что, что грех отойти, современная молодежь, она лучше купит за определенные деньги какой-нибудь дорогой телефон, чем за эти же деньги стиральную машину. Ну, вы знаете, дети разные бывают. В прошлом году мы выделяли жилье одной нашей девушке. Девушке, конечно, хозяйке. Она сейчас в ВУЗ поступила на финансово-экономическое образование. Она проживает у нас в городе Видное. Я вот ее сегодня только видела. Очень порадовалась за то, что у нее такие успехи в жизни. Я ее неоднократно даже в Сбербанке нашем видела, как она оплачивает коммунальные услуги. То есть, вы понимаете, дети-то они разные бывают. Конечно, конечно, абсолютно разные. Вы сказали о том, что в этом году, в первом полугодии, мы уже выдали ключи от трех квартир. Еще предстоит выдать две. Выделение детям-сиротам квартир – это федеральная программа. Насколько сложно решать эти проблемы? Потому что, одно дело, федеральная программа, скажем так, цена квадратного метра в каком-нибудь условном городе Иваново стоит, конечно же, меньше, чем в городе Видное или близлежащих городах. Вот насколько программа укладывается в эти деньги отпущенные? И как администрация Ленинского района в этом вопросе помогает опеке вашему управлению? Ну, вы сами знаете, я уже и раньше в прямых эфирах говорила, что у нас норматив предоставления жилья от 27 до 33 квадратных метров. Конечно, у нас такого маленького жилья не строится. И квартиры, как правило, бывают 38-39-40 квадратных метров, то есть гораздо больше. А субвенция, которая выделяется от федерального уровня, она именно предусмотрена на 33 квадратных метра. И, конечно, здесь администрация Ленинского района тоже оказывает большой вклад финансовый вот в эту разницу дельто. Ну, а что делать? Детям-то нужно выделять жилье. Я думаю, что те люди, от которых зависит выделение каких-либо денежных средств на то, чтобы эти квартиры получили, я, наверное, не встречал ни одного человека, который бы сказал «нет» в решении этого вопроса. Я знаю, что и совет депутатов нас поддерживает. Первое, конечно, это поддерживает нас всегда и глава района Сергей Николаевич Кошман. Потом там очень неравнодушные люди работают в жилищном отделе администрации Ленинского района. Я, конечно, им всем очень благодарна за то, что они решают эту проблему у нас успешно. Но из года в год, на самом деле, успешно решается эта проблема. Тогда сразу вот такой вопрос. А кто имеет право на получение этого жилья? Все хорошо, да? А кто имеет право на это? Все? Вы знаете, критерии такие. Значит, если раньше была у ребенка гарантия, да, вот если у него не было закрепленного жилья, вот мы его забирали, можно сказать, с улицы, он какой-то был выявленный, брошенный, конечно, государство ему дает гарантию предоставления жилья. Это в обязательном порядке. Если все же у него было закрепленное жилье, и оно по каким-то критериям ненадлежащее, то законные представители наших детей могут к 14 годам собрать пакет документов и предоставить нашу межведомственную комиссию на рассмотрение. Вот по критериям, которые я сейчас назову. Первый критерий – это то, что ребенок не может проживать с родителями, лишенными родительских прав, да, по каким-то причинам. Но здесь, в этом плане, обязательно нужно решение суда. Решение суда, которое доказывает, почему он не может с этими родителями проживать. Потому что там, на самом деле, они пьющие, ведущие аморальный образ жизни, антисанитария, не может же он из детского дома, да, из достаточно благоприятных условий, или из-под опеки, или из-за замещающей в семье опять вернуться в эту семью, откуда его забирали. Вы же прекрасно это понимаете, да? Это вот такой критерий. Затем второй критерий тот, что в этой семье, предположим, могут проживать лица с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это тоже у нас, этот перечень утвержден приказом Минздрава Московской области. И как бы эти заболевания есть. Если кто-то подходит под эти заболевания, также есть возможность предоставить документы на комиссию. Третий критерий, это когда у нас, предположим, жилые помещения, в которых они непригодны для постоянного проживания, в плане санитарном, техническом. Но здесь потребуются акты заключения комиссии, и надо признать действительно эти помещения нежилыми. Тогда предоставляется жилье. И четвертый фактор, когда у нас площадь помещения на каждого человека, когда они проживают в квартире, меньше утвержденной нормы. Предположим, в Ленинском районе у нас это 9 квадратных метров. И если меньше 9 квадратных метров на каждого члена семьи, то также есть возможность получения жилья. Это же сразу такой вопрос, а если 9,2? Вот тогда нельзя. Вот, кстати говоря, была такая история, да, у кого-то, по-моему, 9,2 квадратных метров было. И вопрос там, что называется, да, очень тяжело проходил. Но это закон. Я понимаю. Это закон, его нельзя нарушить. Я понимаю, прекрасно. Идем дальше. Мы говорили с вами о разных темах. И еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это, естественно, отдых, оздоровление. Закончилось лето, мы говорили, что начался учебный год. Но, тем не менее, хотелось бы вспомнить лето. Как отдохнули ребята? Да, здоровье, конечно, для детей это самое главное. И нам надо сохранять его. И вот в этом году мы, как бы, тоже проанализировали летнюю оздоровительную кампанию. У нас на учете 157 детей, которые проживают в замещающих семьях, это приемных и опекаемых. И вот 59 из них отдохнули организованно. Через соцзащиту нашего района, социальную защиту, выделялись путевки в Пушкинском районе Московской области, лагерь «Салют» и Заполярье, Тульская область. И через образование нашего района выделялись путевки на юг. Это Кавказ, Крым, лагерь «Артек», лагерь «Ленинские искры». То есть очень хорошие места отдыха. Из Ленинского района в лагерь «Ленинские искры». Да, ну, что может быть еще? Ну, конечно, приятно. Это Крым, да? Да, конечно. Это тоже очень приятно. Мы с вами в детстве там всегда отдыхали, в Крыму. В школьных лагерях оздоровительных у нас в июне месяце детки оздоравливались. Ну, вот, конечно, мы очень тоже рады за 9 детей, которые вместе с законным представителем выезжаем за границу. Болгария, Турция, Италия, США. То есть вот как бы они там отдыхали, оздоравливались. Но остальные дети с законными представителями отдыхали дома, на дачах, у родственников. Ну, то есть как бы всех старались оздоровить. И, конечно, вот в связи со здоровьем наших детей, я хочу всех предупредить законных представителей, опекунов, приемных, родителей, что у нас сейчас осенью уже начинается диспансеризация детей. Пожалуйста, обращайтесь по месту жительства к педиатрам, приводите своих детей для того, чтобы они комиссионно прошли обследование, чтобы здравоохранение нашего района предоставили в опеку все документы по здоровью детей. Ну, я думаю, что здоровье у детей будет улучшаться. Конечно, бывают разные дети, инвалиды бывают. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Светлана Петровна, основная задача органов опеки и попечительства – это устройство детей, замещающихся в семье, правильно? Да. Сколько в 2014 году было устроено в такие семьи? Ну, на самом деле, каждый ребенок достоин жить в семье. Конечно. И вот из 22 выявленных детей, которые в этом году мы выявили в состоянии ненадлежащим из семей, забрали и нашли при помощи тоже органов УВД, мы из 22 детей устроили 18 сразу в течение месяца в семье. Двое детишек у нас лечатся в учреждении здравоохранения по медицинским показаниям, это больные дети, а двоих детей мы устроили в Видновский дом ребенка. И, конечно, вот в целом за 8 месяцев у нас очень хороший показатель устройства. Мы 57 детей уже устроили в семье, 19 под усыновление, 11 – приемную семью, и 27 человек под опеку и попечительство. Но очень важный показатель в этом году, я считаю, сотрудники органа опеки очень хорошо поработали, мы 8 детей инвалидов устроили в семье. Это крайне бывает редко, потому что кандидаты в приемные родители хотят здоровых детей брать в семье. Но здесь, к сожалению, повезло, и 5 детей, в том числе из 8, это из филимонок. То есть детки там, конечно, они немножко умственно отсталые, но они могут проживать в семье. И вот сегодня ко мне тоже приходила семья с таким ребенком. Вы знаете, ребенок полностью, мальчик адаптировался, я даже вот, я его видела в филимонках, и я его сегодня просто не узнала. Он называет приемного родителя мамой, то есть у него такой взгляд хороший, очень добрый, в глазах искры, то есть он занимается чем-то там, вот, прикладным каким-то творчеством. Конечно, эти дети не обучаемые, но в домашних условиях они могут являться очень хорошими помощниками, добрыми, ласковыми. Ну, если ребенок чувствует любовь и заботу к себе, то о чем тут говорить? Конечно, совсем другое. Наша телезрительница Инна Польшакова задает вопрос, кстати говоря, именно потому, что мы с вами сейчас говорили. Дал ли свои плоды закон, ну, Дима Яковлева, да, так назовем его, Дима Яковлева. Дал ли этот закон свои плоды? Ну, имеется в виду, когда детки уезжали, да. Ну, я поняла, да, когда у нас США особенно гремела, да. Да, да. Но вы знаете, я хочу сказать, вот, даже вспоминая три года назад, когда устраивалось у нас, да, очень достаточно большое количество детей, да, в США, сейчас в США мы вообще детей не отдаем, отдаем в такие страны, где действительно за детьми смотрим, это Италия, Испания, Франция, Германия, у нас есть усыновления, и гораздо меньше. Вот в этом году, да, в прошлом году их вообще у нас было там в рамках 10, а в этом году всего 4 международных усыновления. То есть меньше-меньше детей отдаем за рубеж. Стараемся устроить здесь российским гражданам. То есть, наверное, возымело действие закона Димы Яковлевы. Ну, и, по крайней мере, сейчас в прессе больше не появляются такие ужасные, скажем тогда, сообщения о том, что что-либо произошло с ребенком в приемной. Да, дай бог, дай бог, чтобы таких сообщений не было, на самом деле. Не так много времени, а еще есть вопрос, который хотел бы задать. Ребенок живет в замещающей семье, а что греха таить? Порой и в родной-то семье, да, бывают конфликты, бывают какие-то недопонимания, ну, все что угодно может быть, да. Как быть в этом случае самому ребенку? Может быть, не знаю, проявлять какую-то активность граждане, которые находятся, да, рядом и около этой семьи? Что делать в этом случае? Каждый прямой эфир, обращаясь к гражданам, жителям нашего района, если они, на самом деле, вот рядом с собой, где-то идут на прогулки, видят каких-то брошенных детей, да, которые гуляют сами по себе, или какие-то рядом проживают ненадлежащие семьи, я прошу, конечно, сообщать в опеку. Наш телефон 541-12-87. Затем я прошу сообщать, если в орган опеки вы каким-то образом не дозвонились, у нас, конечно, телефон всегда занят практически, вы можете звонить в отдел защиты прав несовершеннолетних, это телефон 541-42-23, и в отдел по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района, это телефон 541-55-10. Затем я могу предложить услуги, вот когда кризисная ситуация в семье, да, в том числе и замещающей, и в родной, у нас есть служба сопровождения, она работает с 2013 года, с осени 2013 года в учебно-методическом центре при управлении образованием открылась служба сопровождения. То есть туда можно позвонить по телефону 541-6303, там работают квалифицированные психологи, там работает горячая линия, и горячая линия, она работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. То есть как бы времени достаточно, чтобы обратиться и решить свою проблему. Вот, и, конечно, обязательно я предлагаю всегда звонить нам в опеку, у нас там тоже работает горячая линия по этому телефону 541-1287. Спасибо. Поступают вопросы от нашего телезрителя. Я не знаю, насколько он адресован к вам, но тем не менее. А можно ли отказаться от алиментов на ребенка? К вам этот вопрос нет? Ну, мне кажется, это только в судебном порядке. Конечно, вопрос не к нам. Ему нужно обращаться в судебные органы. А каким образом? Если он биологический отец, то навряд ли он откажется от этих алиментов. Ну, а я хотел бы к автору этого вопроса обратиться. Вы платите, прежде всего, эти деньги на своего собственного ребенка, а не той женщины, с которой вы по тем или иным причинам разошлись. Поэтому подумайте, что называется, именно в этом направлении. Светлана Петровна, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что пришли. У нас буквально через несколько дней день Ленинского района, день города. Давайте поздравим, может быть, наших жителей и пожелаем, может быть, в вашем направлении что-нибудь. Ну, конечно, я желаю, чтобы у нас меньше было брошенных детей. Это самое главное. Чтобы дети проживали в семьях, были счастливы. И родители, чтобы были счастливы от того, что у них в семье проживают великолепные, талантливые, творческие дети. На самом деле, они у нас очень великолепные и прекрасные дети. Спасибо большое. Я всех поздравляю. Спасибо большое. Вам, дорогие друзья, что все это время были вместе с нами. Приходите на праздник, который действительно будет замечательный. Еще раз поздравляю всех с юбилеем Ленинского района и с Днем города. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!